Следующая информация тоже из вот этого. Этот забавный российский политический бомонд. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык мертвым языком, время которого ушло. Он предложил учить национальные языки, языки межнационального общения и китайский язык. Английский это мертвый язык. Все, время ушло, сказал Володин. Не, ну он идиот, конечно. Как и многие из них. Ну он такой, все что он говорит, вообще Володин заложник. Володин активный гей. В стране, которая активно борется с активными геями, ну это тяжело. Спасивными. Спасивными борется тоже. Поэтому ему тяжело, я понимаю. И поэтому он говорит все, что ему скажут говорить. Он заложник. А плюс, посмотрите на его лицо, он туповат. На лице проблеска в мысли не видно. Туповатое такое, прямое лицо, как угол дома. Вот. Это первое. Второе. Что касается китайского языка, правильно сказал учить. Вот тут поддерживаю. Его россиянам надо учить китайский язык. Я вообще считаю, что Си Цзиньпин просто в наглую кинул Путина. Просто взял и кинул. Вы посмотрите, какая многоходовая комбинация. Значит, сначала Си Цзиньпин попросил лидеров пятерых среднеазиатских стран приехать к Путину на парад. Зачем он это сделал? Я сейчас объясню. Приехали к нему. Значит, Такаев Казахстан, Мирзиев Узбекистан, Жапаров Кыргызстан, Рахмон Таджикистан и Берды Мухаммедов Туркменистан. Приехали к Путину, постояли с ним, картинку показали. Это было важно с точки зрения Китая, который хочет слабого Путина, но не хочет, чтобы Путин проиграл. Важно было показать всему миру, что Путин не один. Ну и, конечно, важно было защитить Путина живым щитом президента перед возможной ракетной атакой со стороны Украины во время парады. Хотя я думаю, что американцы попросили Украину воздержаться от атаки во время парада. Это мое личное мнение, я знаю, почему я так говорю. Теперь дальше. Приезжают эти пять красавцев к Си Цзиньпинам. И он им там, переводя на русский язык, говорит, пацаны, ваша крыша теперь не Путин, ваша крыша теперь я. Вот вам денежка, там вы используете, как сами посчитаете нужным. Три с чем-то миллиарда он им дал. Просто дал. И сейчас начинаем сотрудничество активное. Сейчас железную дорожку будем строить. Узбекистан, Казахстан, Китай. Казахстанам без виз открыли. Казахстанам без виз открываем. Будем вкладывать в вас. Будем создавать единый комплекс. Будем в обход России делать дорогу. Санкции, понимаете, ну что ж мы, мы же не нарушаем санкции. Си Цзиньпин, конечно, тоже красавец. Знаете, что мне в нем нравится? Он всегда улыбается. Ну такая улыбка, вот так вот он. Глаза полузакрытые, на губах блуждает улыбка. Что он там думает, хрен поймешь. Китайская народная мудрость. Думает, мне понравилось, как он Путину сказал. Как он ему сказал, когда они прощались. Берегите себя, мой дорогой друг. А сам подумал, ты же не сдохни раньше времени. Ты мне еще нужен. Тут интересно, что Путин в этот момент подумал. Да, очень интересно. Короче, Си кинул Путина, конечно. Отобрал у него пять этих стран. Они же были сателлитами России. А теперь они сателлиты Китая. Крыша поменялась. Потому что Си не растерялся. И под шумок эти пять стран умыкнул у России. Вот и вся история простая, как угол дома опять-таки. Вообще жизнь проста. Все просто. Как огурец все просто. Друзья, еще раз напомню, что в обязательном порядке нужно подписаться на YouTube-каналы Олеся Бацман, Дмитрий Гордон, Голованов в гостях у Гордона. Вот на двух этих каналах сейчас в гостях у Гордона и Голованов идет трансляция. Суммарно нас смотрит уже 23 103 зрителя. И это очень крутой результат. Мы благодарны. Друзья, донатьте, пожалуйста, вот сюда QR-коду, видеокамеру вашего телефона наводите. И донатьте, кто сколько может на дроны для ВСУ. Мы передаем напрямую. Это монобанк. Банка так называемая напрямую. Оттуда покупаются в магазине дроны и передаются ВСУ. Бригадам конкретным. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к этому моему призыву. Зачитаю один из комментариев. Пишет наш зритель или зрительница. Для чего вы спрашиваете-то все? Все вопросами сыпите. Это же запись, а не живой стрим. Ха, как дети малые. Четыре вослицательных знака. Ха, в Киеве 19-16. Вот вам и ха. В Киеве 19-16. И это не запись. Мы похожи на дураков, которые будут обманывать многомиллионную аудиторию. Ну нет, конечно. Вообще обманывать нехорошо. Когда обманываешь, обязательно потом прокалываешься. Вот как политический труп Пальчевский. Есть такой, помните, который ходил с шляпой и в мэры Киева избирался. А оказался русским грушником, который закончил в Москве элитный институт ГРУ. Военный институт иностранных языков. Вот он заявил, что у Гордона в Киеве 100 квартир. А потом сказал, у Гордона в Киеве 120 квартир. Вот так вот раз соврешь, потом будешь думать, что ты сказал. Соображать мучительно и ошибешься. Поэтому врать не надо. Надо говорить правду, как есть. А знаете, какая правда, Василий? У меня 8 квартир в Киеве. А я был в Москве и все смотрят на квартиры. Да, да, да. И каждая по миллиарду. Да, по два. Так, друзья, пишите в комментариях ваши вопросы. Есть еще время ответить на них. А я расподелюсь еще одной информацией. Университетский колледж Лондона без предупреждения и объяснения причин отменил выступление российского публициста Виктора Шендеровича. Об этом сообщает русская служба BBC. Как рассказали изданию посетителей концерта, когда они пришли на выступление, их там ждали запертые двери и растерянные Шендерович и организаторы. У организаторов не было никакой информации о причинах отмены встречи. После этого Шендерович повел собравшихся в находившийся неподалеку Ридженс Парк и провел выступление там. В одном из наших предыдущих эфиров вы отвечали Шендеровичу по поводу его заявления и про мальчиков, и про ответственность. Как думаете, как будет развиваться история? Также был случай, когда облили его кетчупом. Правда, оказалось, что облил его кетчупом гражданин Российской Федерации. Вы знаете, чтобы я не повторялся, я могу сказать только то, что сказал про Виктора Шендеровича. Я отсылаю всех, прямо вот забейте в ютубе поисковик Гордона Шендеровича. Я высказался емко. Я даже повторяться не буду. Я считаю, что Виктор много сделал для Украины, если коротко. Но у него есть проблемы с определениями и с понятиями. Но эти проблемы есть у многих представителей российской оппозиции. У многих. Вот у Невзорова проблем таких нет. Он всё понимает очень хорошо. До мелочей. А у многих есть. И вообще многие российские оппозиционеры, которые не пользуются в России аж никакой поддержкой, ждут только, когда украинская армия разгромит фашистскую российскую армию, чтобы потом решать свои вопросы в России. Это моё мнение. Извините меня, если я кого-то обидел. Очень много вопросов. Сначала слов поддержки из Казахстана для Украины, от казахстанцев. Спасибо большое за эти слова. И очень много вопросов. Что вы думаете вот о Такаеве и его визите сначала на парад в Москву. И в целом сейчас безвиз с Китаем. Насколько он всё-таки зависим больше от Путина или больше от Си? Мне визит Такаева на парад в Москву категорически не понравился. О чём я сразу сказал. Мне очень понравилось, когда Такаев сидел рядом с Путиным и говорил о международном праве. О том, что Крым – Украина, Донбасс – Украина. И что санкции мы не имеем права их обходить и так далее. Это мне понравилось. А теперь я думаю, что это была игра. Потому что я узнал, что Казахстан и Армения участвуют в том, чтобы Россия обходила санкции. Официальный Казахстан. Дорогие казахстанцы, дорогие армяне. Я не имею ничего против вас. Ничего плохого. Я вообще люблю все народы. И так как меня принимали всегда в Казахстане, ну слушайте, это прекрасно было. Это мои лучшие воспоминания. Я очень люблю казахстанцев. Но когда официальный Казахстан участвует в том, чтобы в Россию поступали запретные чипы, из которых делают ракеты, которые летят на мою страну, и которые убивают мирных жителей, вот здесь, извините, у меня есть претензии к официальной власти Казахстана. Есть претензии. Была официальная статистика Германии о том, что у Казахстана выросла потребность в автомобилях и запчастях из Германии в 2022 году по сравнению с предыдущим на 500%. Конечно. 500%. Ну мы понимаем, что это не казахстанцы. Ну конечно, это в России. Конечно. В обход санкций оно все идет в Россию. Я думаю, что и немцы в этом участвуют. Ну я всегда называю вещи своими именами. Ну если вы знаете, что Казахстан, официальный, повторяю, Казахстан, непростые казахстанцы, официальный Казахстан участвует в обходе санкций. Ну так не торгуйте с ним. Принимайте меры, конечно. Конечно. А раз не принимаете меры, значит двойная игра. Я не люблю фальшь. Я не люблю двойную игру. Я не люблю всех, кто помогает русским убивать украинцев. Точка. Вопрос от зрителей. Что вы думаете про Стрелкова Гиркина? Почему он такой смелый? Ну и наверное имеется ввиду его оскорбления в адрес Путина. Ну однозначно, что у него крыша. Во-первых, слушайте, такое говорите, его до сих пор не посадили. Другого... Люди за посты в соцсетях сидят по семь лет. За лайки, Дмитрий, за лайки. За лайки, конечно. Конечно. А тут, смотрите, вот так вот. Значит, крыша. Значит, кому-то в Москве надо, чтобы он так говорил. Другого объяснения у меня нет. Еще одна зрительница спрашивает, что думаете относительно Максима Кацан? Ничего. Я не знаю его. Не знаком с ним, не смотрю его, ничего не думаю. Нет мысли. Так, спросите, пожалуйста, что Дмитрий думает о деколонизации России и поддерживает ли он независимость республик? Буду благодарен за ответ. Конечно, я поддерживаю независимость республик России. Конечно, я хочу, чтобы эта проклятая империя, тюрьма народов, империя зла, по меткому высказыванию Рональда Рейгана, великого американского президента, чтобы она к ядрении фене не просто распалась, а разлетелась. Чтобы этой империи больше не было, потому что от нее горе другим народам, в том числе и народам Российской Федерации. Что чеченские народы, ингушские народы забудут? Сколько десятков тысяч Россия убила чеченцев и ингушей? Да никогда. Это в генетической памяти будет всегда. Это отвратительная страна, государство отвратительное. Я ненавижу ее. Дмитрий Ильич, еще хочу спросить вас, вот и в комментариях тут тоже задают вопросы относительно генерала Буданова. Последнее время он дал большое количество интервью, таких информационно насыщенных. Что думаете по поводу этих интервью, что больше вас поразило и заинтересовало в его ответах? Я вчера как раз посмотрел интервью Кирилла Буданова Дмитрию Комарову. Слушайте, мне вообще Буданов нравится. Мне нравится его спокойствие, его профессионализм. И мне очень нравятся результаты его работы. Очень нравится. Ну, это интервью, конечно, вы знаете. Знаете, Кирилл Буданов будет очень интересен после войны. Потому что тогда он сможет рассказать много того, чего сейчас просто нельзя рассказывать. Но что меня потрясло, как он рассказывал об обороне Гастомеля в первый день войны. Вообще я хочу сказать, что Кирилл Буданов – это единственный человек в высшем руководстве Украины, который твердо знал, что война обязательно начнется 24 февраля. Я повторю эту фразу еще раз. Кирилл Буданов – единственный человек в высшем руководстве Украины, который знал, что война с Россией 24 февраля начнется. И он к этому готовился, конкретно готовился. И его роль в подготовке, я думаю, историю оценим. Я хорошо знаю историю. И я знаю, как осуществлялся захват аэропорта в Праге во время введения войск СССР в Чехословакию в августе 68-го года, когда борт советский попросил разрешения в аэропорту Праге сесть в связи с нештатной ситуацией, сел, оттуда вышли спецназовцы, положили всех сотрудников аэропорта, и дальше один за другим стали прибывать борты с советскими войсками. Эта схема готовилась и для Украины, для Киева. Кирилл Буданов, что мне было очень интересно, я не знал этого, он сказал, что вот эти заходы колонн, это очень интересно то, что он сказал, и это все ложится теперь в понимание, в мое понимание ситуации. Вот эти заходы колонн с разных сторон, танковых, через границу, они были больше бутафорскими. Они свидетельствовали о серьезности намерений России и о том, что смотрите, какая армада, не сопротивляйтесь. Поэтому там и на три дня сухпайок был, поэтому и форму они парадную взяли, чтобы потом парад на Крещатике проводить. Главный удар был нацелен на Гастомель. Главный. Там должны были сесть самолеты с элитными частями ГРУ, как я понимаю, и эти элитные части должны были осуществить быструю переброску в правительственный квартал, дальше захват или уничтожение руководства Украины и провозглашение уже новой власти. А колонны это так, смотрите, мы не только тут, мы везде. Бойтесь нас, мы везде. Вот это Кирилл Буданов очень интересно рассказал. И, конечно, что меня потрясло в этом интервью Дмитрию Комарову, молодец, я хочу Комарова похвалить тоже, он молодец, он проводит большую работу и журналистскую, и человеческую, и патриотическую. Комаров спросил у Буданова, а если бы не удалось предотвратить высадку в Гастомеле? И он сказал, Киев был бы взят. Вот это да мурашек уже. Поэтому молодец, молодец Кирилл Буданов, молодцы ребята наши гуровцы, это одна из самых боеспособных, я считаю, организаций в Европе и в мире, украинский гур. Достойный восхищения, уважения, молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!